В подготовительном периоде для велосипедистов необходимо применять в тренировках велосипедные станки. Для тренировок можно применять различные типы велосипедных станков, как с закрепленным, так и со свободно двигающимся велосипедом. Последующие занятия с велосипедистами необходимо проводить главным образом на трехроликовом велостанке общепринятой конструкции, на котором велосипед не закрепляется. Исключение составляют тренировки по освоению техники рывка, броска и педалирования стоя. В дальнейшем речь пойдет о велостанках с незакрепленными велосипедами. Для тренировок на велосипедном станке целесообразно применять велосипед со свободным ходом, так как он быстрее способствует совершенствованию техники педалирования. Такой велосипед дает возможность, не сходя с велостанка, до некоторой степени менять нагрузку за счет изменения передаточного соотношения. Очень хорошо иметь для тренировок велосипедные станки с различными тормозными устройствами. На таком велостанке тренирующийся может получить любую нагрузку, испытываемую им во время соревнований. Наряду с совершенствованием элементов техники велосипедного спорта следует большое внимание уделять развитию специальной выносливости. Для увеличения объема тренировочной нагрузки на велосипедных станках при сравнительно малой интенсивности 60-80 оборотов в минуту, планируемая нагрузка при проведении занятия повторяется 2-3 раза после необходимого активного отдыха. Затем нагрузку целесообразно разделить на две части, причем в первой дается малая, как бы для разминки, а затем более продолжительная нагрузка. Однако в начале каждого повторения необходима кратковременная разминка. Активный отдых между повторной нагрузкой должен быть не более 25 минут. В этом случае вторичная продолжительная нагрузка воспринимается организмом более легко, так как она выполняется в фазе повышенной работоспособности. Соотношение первоначальной и повторной нагрузки должно выражаться в следующих цифрах. В первый раз 15-20 минут, во второй – 30-45 минут. В декабре-январе упражнения на общую выносливость нужно выполнять один раз в тренировку, доведя их до 40-60 минут. Занятие следует проводить 1-2 раза в неделю. Проведение тренировок по такому плану дает возможность, не форсируя подготовку, выполнить необходимую тренировочную нагрузку на велостанках для приобретения специальной выносливости. В феврале-апреле тренировки на велосипедных станках должны проводиться для совершенствования техники педалирования, совершенствования элементов техники езды на велосипеде, развития специальной выносливости, развития быстроты, скорости и специальной скоростной выносливости. Если в предыдущее время тренировки на велостанках проводились в направлении функциональной подготовки, развития общей выносливости, то в дальнейшем следует параллельно работать над развитием скорости, скоростной выносливости и общей выносливости. Занятия проводятся три раза в неделю и в каждом из них развивают одно из указанных качеств. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok